Наиболее высокая заработная плата Восточно-Казахстанской области в первом квартале текущего года сложилась в городе Риддер и Усть-Каменогорск. Ранее сообщалось о том, что среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в области за первый квартал составила 144 156 тенге. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 13,9%. Высокий уровень оплаты труда в первом квартале текущего года сложился на предприятиях промышленности. У работников профессиональной научно-технической финансовой и страховой деятельности, информации и связи строительства, а также у тех, кто занят в сфере транспорта и складирования. Их заработная плата в среднем составила свыше 204 тенге, что на 42% выше среднего показателя по области. Низкий уровень оплаты труда сохраняется в Бесгорогайском, Кручунском и Уржарском районах. Отметим, что среднемесячная номинальная заработная плата в этих районах на 35% ниже среднеобластного уровня. В минувшие выходные Аким города Ермак Салимов посетил несколько объектов. В первую очередь он ознакомился с проектом реконструкции пандус-перона стоматологической поликлиники «Уайт-Дент», а также с благоустройством прилегающей территории общей площадью 35 квадратных метров. Также глава города проехал по улице Сапсатпаева и посетил набережную Иртыша, где в будущем планируется провести благоустройство. Владельцы стоматологической клиники обратились к руководству семьи с просьбой выделить часть городской территории с условием дальнейшего ее благоустройства. Согласно проекту, они обещают создать безопасную среду для пешеходов. По их словам, в настоящее время пандус находится в плачевном состоянии. На нем даже имеются трещины. К тому же прилегающая территория не особо комфортна и безопасна для горожан. Территория требует реконструкции. И что плохое, что заказчик будет вкладывать сюда свои средства. Работа будет выпрямиться в рабочее время с мероприятием по беспилеванию. Для реализации проекта предприниматели запрашивают 3 метра земли вдоль пандуса. При этом площадь благоустраиваемой территории составит 35 метров вдоль улицы. В свою очередь представители общественности считают, что отдавать эти 3 метра нецелесообразно. Так как ранее представители клиники обещали благоустройство прилегающей территории. Однако пока ничего не сделали. В 2017 году еще до проекта мы решили благоустроить. А что ж вы благоустроили хотя бы немного? Вы делаете бизнес-центр. Мы имеем уже наглядный пример космос бывший в парке. Теперь машины стоят и по Дуратову, и по Каеву, и даже вышли на бывшую Ленину. Потому что заполнены и тут то же самое. Глава города Ермак Салимов, выслушав предложение предпринимателя, отметил, что в решении данного вопроса необходимо учитывать интересы всех сторон. В целом, допустим, то, что мне предлагают, да, мне это нравится. Баланс интересов жильцов, горожан, бизнеса, значит, так. Что будет? Еще раз говорю, что тут баланс интересов не только вас, как предпринимателей, но и, в первую очередь, от горожан. В завершении встречи с предпринимателями Аким города, осмотрев территорию, предлагаемую к благоустройству, сказал, что предложенный проект требует доработки. После того, как инициаторы проведут необходимые процедуры и обновят проект, глава города готов к его рассмотрению. Далее, в ходе выездного мероприятия было объявлено о благоустройстве еще одного объекта города. Так, в скором времени власти семьи планируют привести в порядок набережную реки Иртыш на первом микрорайоне. Такое решение Ермак Салимов принял после ознакомления существующей ситуации. На сегодняшний день здесь идет восстановление пешеходных тротуаров и ведется благоустройство территории. Стоит сказать, что набережная в этой части Семея уже давно требует ремонта. В настоящее время по улице Садпаева ведется работа по прокладке водопровода. Подрядная компания ТО «Восток Взрывпром» проводит ее в рамках проекта реконструкции водозабора «Затон». Сейчас по улице Садпаева устанавливаются трубы и колодцы. Средний ремонт дороги ожидается после завершения реконструкции. При этом Аким города отметил, что работы затягиваются и поручил подрядчикам ускорить работу. Мы везде помарыли по всей Садпаеву. Я еще раз говорю, я сам ночью проехал, под вечером. Элементарно можно залететь туда, пока милует Бог. Градоначальник подчеркнул, что исполнение данного поручения он будет держать на контроле и в ближайшие дни лично проверит его выполнение. Сама Цикенов, Аблай Максупек, Кайрат Кожахметов, телеканал «Семей». Корректор А.Кулакова